Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня на уроке литературы мы вернёмся к повести Александра Грина, с которой вы познакомились в шестом классе. Но маленько напомню, что замысел повести пришёл Грину тогда, когда в витрине магазина он увидел маленький кораблик с парусами. Позже «Алые паруса», которые сам автор назвал «Феерии», вышла из печати в виде отдельной книги. Повесть рассказывает о юной девушке Ассоль, которая ждёт белый корабль под алыми парусами с принцем на борту и рассказывает, как сбылась её романтическая мечта. Это творение великого писателя о возвышенной мечте, вера в которую приводит к её чудесному исполнению. И мы верим, что сказки всегда становятся былью. Обратимся к образу Ассоль. Это молодая девушка, которую воспитывает папа, потому что мама её погибла во время шторма. В то время девочке было всего пять месяцев. Она живёт с отцом, который оставил свою службу, чтобы почаще быть с ней. Ассоль, конечно, очень любит своего отца, переживает за его благополучие, переживает за то, что ради неё отцу пришлось пожертвовать любимым делом. А вот местные жители относятся к ней не очень хорошо. Это портрет Ассоль. Вот такая она в детстве была, худенькая и с оттенком грустного вопроса в глазах. А справа – Ассоль в юности. И опять автор выделяет глаза. Прекрасные, несколько серьёзные для её возраста с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Девочка росла без подруг, потому что два-три десятка детей её возраста, живущих в этой деревушке в Коперне, вычеркнули раз и навсегда маленькую Ассоль из своей компании. Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, будто отец её ел человеческое мясо, а теперь делал фальшивые деньги. А вот встреча с Эглем. Когда-то старик Эгль предсказал ей необыкновенную любовь в виде появления принца на корабле с алыми парусами. С тех пор девушка и живёт в ожидании, она грезит мечтами увидеть исполнение этих слов. Это не может не раздражать местных жителей, и они из зависти считают её ненормальной. В образе юной Ассоль Александр Грин воплощает идеалы женственности, красоты и душевной гармонии. Люди, которые соприкасались с ней, конечно, замечали тепло её души. Ассоль трудилась с самого детства. А это высказывание человека, который хорошо к ней относился. Угольщика. У неё хорошая голова. Она говорит, как большая, но причудливый её разговор. А вот другое мнение, тронутое, не в себе. И так говорили люди, которые не способны были понять тонкую её душу, и поэтому просто оскорбляли её. Она одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки. Другая — живое стихотворение со всеми чудесами его созвучий и образом, с тайной соседствой слов, со всей взаимности их теней света, падающих от одного на другое. Ассоль была очаровательна. Так считал автор. Какая она, Ассоль? Вот над этим вопросом предстоит подумать, порассуждать девочкам во время выполнения домашнего задания и напечатать характеристику Ассоль, о её детстве, о том, как она росла, с кем росла, где жила, о чём мечтала, написать, как изменилась её жизнь после встречи со стариком Эдлем. А теперь перейдём ко второму, не менее важному и главному персонажу, Артуру Грею. Грей – молодой человек из очень состоятельной семьи. Он вырос в обществе, где свято чтились аристократические порядки, сохранение памяти о предках и продолжение их дела. И родители стремились сделать из него достойного продолжателя дела, которым занимались высокочтимые представители их рода. Однако Грею этого не было нужно. Вот некоторые из его поступков в детстве, которые, конечно, ярко характеризуют этого героя. Он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, то есть попросту замазывал их голубой краской, похищенной у маляра. Я не могу допустить, чтобы при мне торчали гвозди из рук и текла кровь. А вот другой случай. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, так как у них не было денег, чтобы обзавестись хозяйством. И маленький Артур прокрался в комнату к Бетси, пока она была на кухне, и засунул подарок, прикрыв его запиской. «Бетси, это твое!» И подписал предводитель шайки-разбойников Робин Гуд. А когда ему было 12 лет, он пришел в библиотеку и, обернувшись к выходу, увидел огромную картину. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Это событие стало самым важным из всех, что с ним случалось. Благодаря этой картине у Грея и появилась мечта стать капитаном корабля. Мечта сбылась. Его по-прежнему увлекали герои авантюрных и приключенческих романов. И в итоге он сбежал из семьи и поступил служить на корабль. Грей быстро учился и становился матросом, настоящим матросом. Но судьба распоряжается его жизнью так, что именно он становится тем принцем, о котором рассказывал девушке старик Эголь. Грей приезжает в город, где живет Ассоль, случайно встречает девушку, а также узнает, что много лет ждет, она ждет принца на алых парусах. Грей показан, как очень мужественный, при этом добрый, целеустремленный и отважный человек, который готов осуществить не только свои мечты, но и чужие. Вот, это кадр из фильма, замечательного фильма, снятого по повести Александра Грина «Алые паруса». А мальчикам в качестве домашнего задания предстоит составить и напечатать характеристику Артура Грея, тоже о его детстве, о его поступках, о его мечте, о решении стать моряком и впоследствии капитаном, о смысле жизни этого героя. Ребята, надо верить чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном Алой взметнутся паруса и скрипка пропоет над океаном. Не три глаза, ведь это же не сон и алый парус, правда, гордо реет в той бухте, где отважный Грей нашел свою осоль, в той бухте, где осоль дождалась Грея. С друзьями легче море переплыть и есть морскую соль, что нам досталось, а без друзей на свете было б очень трудно жить. И серым стал бы даже алый парус. Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном Алой взметнутся паруса и скрипка пропоет над океаном. Я желаю вам удачи, желаю исполнения тех желаний, которые, конечно же, у вас есть. Мечтайте, ребятки, и верьте в чудеса. До свидания. Наш урок закончен. А задание на следующем слайде. Внимательно его прочитайте, изучите. Субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok